Новогодний бал в Минском областном кадетском училище – это всегда и трогательный, и искрящийся праздник. Звучит красивая музыка, зал заполняется гостями, юные кавалеры и милейшие дамы в волнении. Еще бы для многих это первый в жизни бал. Мы подготовку начали очень рано в этом году, практически в сентябре, наверное, к концу сентября, потому что в этом году мы приняли решение задействовать весь, все курсы, все училище. Обычно у нас по желанию мы выбирали пары, например, 30 пар, которые работают. В этом году все курсы, все курсы, которые представили по три номера, старшекурсники, конечно, побольше, четыре номера представили. Это было очень сложно, потому что научить с нуля потребовалось, не знаю, неимоверных усилий, колоссальных затрат энергии. Но что самое интересное и, наверное, приятное, это то, что они с огромным удовольствием ходили. Справились, но немножко были зажаты, потому что первый раз я видела, что у них такая ответственность присутствовала, взглядя в их поведение. Нужно пропагандировать в любом случае классическое. А потом мы же в этом году взяли классическую музыку всю. У нас бал прошел под эгидой, скажем так, ее великих композиторов. Это и Штраус, и Чайковский, и Шостакович, и Агинский наш, непосредственно белорусский. Поэтому я считаю, что очень даже мы успешно справились с нашими поставленными задачами. 12-й кадетский бал был тематическим. Танцевальные номера чередовались театрализацией, героями сценок были исторические личности. Конечно, на празднике было много гостей. Представители организации госструктур Минской области посетили бал. Они поздравили кадетов, вручили подарки, лучших наградили грамотами. Сегодняшний бал – это ознаменование праздничного настроения, вашего спокойствия и, конечно же, всех умений и навыков, которые вы привыкаете на вашем учебном заведении. Хочется пожелать, чтобы предстоящие рождественские и новогодние праздники действительно принесли вам праздник тех ожиданий, которые вы для себя заложили в этом году, которые вы для себя планируете в следующем году. Конечно же, главным достоянием и в настоящий момент является ваша учеба. Я уверен, что те достижения, навыки, умения, которые вы получаете, станут действительно подарком для ваших педагогов, для ваших родителей, конечно же, для вас самих. В следующем году, в предстоящем, хочется пожелать, чтобы те ожидания, которые вы для себя запланировали, однозначно сбылись. Не только благодаря вашим стараниям и умениям, но и легкому рождественскому новогоднему подарку, чуду, которое должно вам способствовать. От лица управления внутренних дел от себя лично поздравляю вас с наступающими рождественскими и новогодними праздниками. Хочется пожелать вам, конечно же, здоровья, спокойствия, мирного неба и свершения всего, что вы пожелаете не только для себя, но и для своих близких. С наступающим вам вас праздником! Супакарик Александр! Нам, гостям, действительно, большая честь и большое удовольствие присутствовать рядом с вами. Разделить вот это волшебство праздника, пожелать вам дальнейших успехов в учебе, пожелать крепкого-крепкого здоровья, пожелать много радости в наступающем году. Пусть каждый день будет наполнен добрыми делами. Завершается год исторической памяти. Но ведь мы память продолжаем, правда? И поэтому для вашей школьной библиотеки я подготовила специальный подарок. Историческую книгу о нашей столице, столице Родины, о нашем Минске, которая отражает веки истории, веки развития нашего государства. Желаю вам, чтобы в дальнейшем вы точно так же с удовольствием, азартно изучали науки, служили родной Беларуси. С праздником! С Новым Годом! Пусть праздник будет волшебным и удачным! Для четверокурсницы Полины Малошонок это последний в стенах училища бал. Я учусь на четвертом курсе уже. Конечно, мне не хочется верить, что это мой последний бал, ведь пара балов – это моя самая любимая пара в нашем училище, когда вся идет суета, подготовки к этому великому празднику. Но в этом году появились новые танцы, которые я не танцевала в прошлом году. И, конечно, интересно каждый раз попробовать что-то новое, ощутить себя, да и вообще побывать на таком балу. Думаю, если бы я осталась в своей старой школе, когда еще училась, то никогда бы в жизни я не ощутила, что это такое. Я правда буду скучать по этому времени, ведь осталось уже немного до моего выпуска. Я считаю, что это лучшее время, что здесь было. Полина, а также Сергей Ростов и Анастасия Полякович в числе кадетов, которые будут на президентском балу. Я Полякович Анастасия, я из города Молодечна. Поступила в Минско-областное кадетское училище три года назад. Я уже на третьем курсе, и получается, это мой уже третий бал. Но я хочу вам сказать, что каждый раз, как в первый раз. Каждый раз что-то новое, что-то добавляют, и ты постоянно оказываешься как будто в сказке. Меня зовут Сергей Ростов, я из города Старой дороги. Учу себя также третий год, и каждая подготовка к балу – это своеобразное испытание, в котором каждый познает себя как-то по-новому. Поланес, венский вальс, польку, подыграс и другие бальные танцы продемонстрировали кадеты. Гости также присоединились и с удовольствием потанцевали. Хороводы, игры и танцы с Дедом Морозом и Снегурочкой и огромный новогодний торт в завершении праздника. Бал, несомненно, запомнится. Я хочу поздравить свою маму, бабушку с наступающим Новым годом и сказать, что я их очень сильно люблю. Хочу поздравить всех своих родных с наступающим Новым годом и пожелать всего самого наилучшего, счастья и здоровья. Дорогие телезрители, от всего творческого коллектива кадетского училища поздравляем вас с наступающим Новым годом и желаем, чтобы вы жили в мире счастья и радости. С Новым годом! Я хочу поздравить с Новым годом своих родных и близких. Пусть 2023 год принесет только хорошие моменты в нашей жизни. Все проблемы станут решаемыми, а успехов и достижений в нашей жизни будет только лучше. Уважаемые случане, пользуясь таким прекрасным моментом, хочу поздравить вас с наступающими рождественскими новогодними праздниками. Конечно, пожелать хотелось бы вам крепкого здоровья, благополучия, ну и, конечно, чтобы новогодние праздники, как и каждый день в вашей жизни, прошел без опасностей. ПЕСНЯ 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 ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА